Доброе утро, дорогие друзья! Доброе, добрейшее утро! Шаву атов! Всем шаву атов, нашим слушателям Ваикра, друзьям Ваикра, партнерам Ваикра и спонсорам Ваикра. Мы сейчас очень, прям в этом году, с Божьей помощью, я хочу, чтобы мы структурировали нашу деятельность и чтобы все, кто учат Тору, одновременно стали партнерами в этом великом нашем деле. То есть мы хотим нести свет Торы, чтобы он прям осветил головы вообще всего мира. Значит, и поэтому сейчас ссылочку сбросят. Подключайтесь, присоединяйтесь. Будет у нас отдельно для спонсоров, будет отдельная какая-то встреча каждый месяц. Молиться будем за вас. В общем, мы сейчас создаем мувмент, движение Ваикра. И Возвал переводится название нашей платформы. Значит, Возвал Всевышний, Всевышний взывает к нам, а мы, значит, усиливаем сигнал. Мы просто усиливаем, делаем масштабирование сигнала, который Всевышний передал через Тору. Шалом из Вены. Отлично. О, Рита Левицкая, чтобы Бог дал вам здоровья. Всего хорошего. Будьте здоровы. Все, мы начинаем. Сегодня седьмое тишрея. Осталось три дня до Йомтипура. Мы находимся в, уже прошли 70% дни раскаяния. То есть, вот этот вот период с Рошашана до Йомтипура, 10 дней, называется 10 дней раскаяния. В это время Всевышний судит и принимает апелляции одновременно. То есть, ты можешь Всевышнему сказать, что посмотри на ситуацию, я же раскаиваюсь, я уже так не хочу, как я делал, прости. Ты можешь ему сказать, вот у меня хороший план в этом году. Я собираюсь в этом году сделать то, 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 то. И в эти 10 дней решается судьба каждого из нас. И судьба всего мира решается в эти 10 дней. Значит, мы изучаем, как эта вся система работает. И сегодня в книге о Йом-Йом нам объясняют четвертый путь возвращения к Всевышнему. Четвертый путь Шувы. Напоминаю, что задача от Шувы возвращения к Всевышнему, да, раскаяния, это соединиться, вернуться к Ашему, к Творцу Всесильному нашему, то есть, который сотворил все мироздание. И когда ты к нему возвращаешься, ты как бы нажимаешь кнопку, такую глубокую кнопку в компьютере, если компьютер зависает, что ты там, ну вот ты не можешь ничего с ним сделать, то ты можешь долго-долго нажимать на кнопку питания и через 10 минут, когда ты нажимаешь на кнопку, которая включает-выключает компьютер, то компьютер и перезагружается. И вот Шува, это как раз 10 дней давить на вот эту кнопку и нам объясняют, а как, как вернуться к Богу, как вернуться с ним, соединиться на уровне души. Пять путей. Это Рэбзуси из Аниполя. Он сказал, что слово Шува для него раскладывается на пять путей. Первый путь это это служить в беспорочности, это быть на глубочайшем уровне, сказать, что вот есть я, очень я простой человек, да, кто я? Это душа. Я, ты кто? Я душа. А ты кто? Я душа. А все остальное это наносное, это луковица. И вот на уровне там, где я просто я, там, где я просто душа, и там, где Бог, это он мой творец, он корень моей души, вот это вот первый путь соединиться с Богом. То есть очистить себя, свое я, от луковицы, всех вот этих вот каких-то мнений, комментариев, каких-то там названий, описаний и так далее. Выйти на простой уровень. Ты кто? Я душа. А ты кто? Я душа. Все. Второй путь это Шивити Ашем Ленагди Томит. Представляю, Бога всегда перед тобой. Это буква Шин в слове Шува. И сказал нам Рэбзуси, что этот путь возвращения к Всевышнему, это просто представить себе Творца, Мироздания, который сотворил, вот просто представьте, большой взрыв, из которого зародилась Вселенная, как говорят ученые. И вот этот большой взрыв, это песчинка в непостижимом Творце. Из этой песчинки, из которого теперь разлетелась вся Вселенная, это Творец. И когда ты представляешь, что этот процесс происходит каждую секунду, ежесекундно, он дает энергию существования всему мирозданию, если у тебя эта мысль, она будет фоновой, то, естественно, ты вернулся к Богу. То есть вся твоя жизнь будет другой. Это шин-буква, второй путь. Третий путь, возлюби ближнего как себя. Этот путь нам говорит, что если ты соединился со Всевышним, то Всевышнее это добро, любовь, это главное качество, дающий жизнь всему мирозданию. Если ты находишься в состоянии любви к ближнему, то есть по ближнему ты проверяешь, или ты в любви, или ты не в любви, то тогда ты в резонансе со Всевышним. То есть, чтобы вернуться к Богу, нужно быть в состоянии добра и любви. Если ты вот просто себя просканировал, ты как вообще сейчас? Душа. Я в расслабленной, в хорошем состоянии. Всех любишь? Вот, ну вот, ну прям ненавижу всех. Нет, стоп, ты не вернулся ко Всевышнему. Потому что в каждом внутри есть душа, в каждом божественное присутствие. Бог тебя любит, все, что он делает к добру. То есть, если у тебя внутри нету вот этого вот, на уровне сканирования своего эмоционального состояния, нет состояния доброжелательности и любви, значит, ты еще к Богу не вернулся. Третий путь возврата к Богу, это третья буква в слове Шува, Ваав, Ваавта, Лереха, Камоха. Возлюби ближнего, как себя. И мы разобрали, как это делать. Проще всего это делать, не принося другому страданий. Это самый простой лайфхак Гилеля. Когда ты хочешь активно возлюбить ближнего, как себя, могут быть перекосы. Особенно, если там люди нетрадиционной ориентации начинают проецировать, что возлюбить ближнего, как себя, это может многих обидеть даже очень сильно. Если человек, он навязывает другому свое мнение из любви к ближнему, то это тоже может его обидеть. То есть, самый простой способ проявить ко всем любовь, это не тревожить других людей, это не приносить им страдания. А как ты знаешь, что им приносит страдания, ты тоже можешь на себя ориентироваться. Все, что не хочешь, чтобы делали тебе, не делай для других. Все. И этим самым ты, как минимум, создашь пространство, в котором ты не будешь доставлять людям страдания. И они будут это воспринимать, как от тебя идет спокойствие и любовь. Потому что, еще раз, это очень интересная идея, что если ты человеку принес 3 раза страдания и 7 раз принес удовольствия, то он помнит 3 раза страдания больше, чем 7 раз удовольствия. Потому что страдания – это более сильный сигнал, более опасный, и у него, как бы, он закрывает все удовольствие, которое ты сделал. Четвертый путь, сегодняшний путь, который мы разбираем, четвертая буква в слове «тшува» возвращения – это буква «бет». И «бет» – это первая буква в отрывке из Мишли, из притчи «Царя Сламона». отрывок, который начинается буквой «бет», звучит так. «Беколь Драхеха Деу, Веу Яшер Архатеха. На всех своих путях познавай Бога, и Он выпрямит все твои дорожки». Что нам говорит эта книга? Человек обращает свое сердце и свое сознание ко всему, что происходит с ним и вокруг него. Благодаря этому он воочию начинает видеть, ощущать божественность. Это имел в виду Миттеллер Ребе, это был средний Ребе, второй любая части Ребе, когда сказал, что бизнесмены превосходят сидящих в шатрах. То есть есть те, которые сидят в Яшивах и учат Тору целый день, это называется сидящие в шатрах. Они полностью как путь, ну такой можно сказать, понятным языком метафора, путь монаха. То есть когда ты сидишь в Яшиве целый день, когда ты сидишь целый день в Яшиве, то ты соприкасаешься только со святыми людьми. У тебя особого нет выбора, как реагировать. Я помню, мы в Яшиве, когда я учился, мы все друг друга назвали на вы. Молодые ребята, по 25 лет, но мы друг к другу обращались на вы с огромным уважением, спокойным голосом. Невозможно было сказать лошонаратом, злоязычие, сплетню. То есть это просто было вообще неприемлемо. И ты, находясь в шатре вот этой Торы, ты в принципе очень находишься в таком стерильном святом состоянии. Но говорил Миттеллер Рэбе, что бизнесмены превосходят сидящих в шатрах в вопросе реального, а не теоретического восприятия божественности в повседневной жизни. На таком пути возвращения к Богу человека ведет сознание божественного проведения. Что это значит? Когда ты выходишь на улицу, и тут на тебя бах там, тут на тебя значит машина чуть не наехала. Ты такой, опа, что Всевышний мне хотел сказать этим, да? Что он мне хотел сказать? И сказать, будь осторожен. Потом ты идешь дальше, зашел ты куда-то попал, тут у тебя то, тут у тебя это. То есть если ты начинаешь видеть во всем проявление божественного, то Бог начинает с тобой разговаривать. То есть ты прям, личное проведение это называется, да? То есть он тебя ведет, ты видишь знать, и ты видишь что, ты видишь это. И это путь, который называется на всех своих путях, познавая его, и он выпрямит все твои дорожки. Когда ты так привязан к Богу в повседневности, то, конечно, это называется тоже четвертый путь к шуве. Очень интересно, что даже не в древности, около 200 лет назад, первые учителя, которые были хасидские учителя, они уходили в добровольный галут, в добровольное изгнание. То есть они были мудрецы Тора, они сидели в шатрах, учили Тору целый день. Но у них было такое, как упражнение, они отправлялись в изгнание, как еврейский народ, когда был в пустыне, было 42 перехода, и они никогда не знали, что с ним будет дальше. И Бог выдавал еду на каждый день, ман, ман выпадал каждый день, даст Бог день, даст Бог пищу. И в момент, когда у тебя все в жизни стабильно, ты не чувствуешь вот этого зависимости от Бога, то есть у тебя нет вот этого внутреннего ожидания, что Бог тебе спасет, даст тебе еду, там и так далее. И, значит, они уходили в добровольное изгнание, то есть они брали себе котомочку, в ней там сидур, тфилин, и шли, значит, пешочком до какого-то местечка. В местечко приходили, в синагодии, значит, не говорили, что они мудрецы, вели себя как простые люди, такие, да, которые у меня в жизни просили себе милостыню, кто-то их покормит, и он вот ждет. А кто его покормит? Кто его к себе пригласит в дом? А там, знаете, в каждой деревне свои люди, вот у кого-то мельница, у кого-то то. И он смотрит, зашел человек. И тут тоже, если этот бизнесмен, он идет по этому пути, на всех своих путях познавая Бога, то он в какой-то момент остановится и посмотрит, и увидит, что у этого там бродяде какое-то очень одухотворенное лицо. И он тогда ему скажет, здравствуйте, вот заповедь сдака, вот хочу вам помочь. Тот возьмет, тот ему скажет, может быть, вам воды стакан, тот скажет спасибо, тот ему даст стакан воды, а тот такой скажет благословение. Баруха та скажет благословение, когда великий мудрец Тора говорит благословение, это совершенно другой звук, ну все другое, как вай-фай такой, да? И тут этот бизнесмен, который, у него был какой-то вопрос, он не знал, что ему делать. Он видит перед собой святого человека. Он ему говорит, слушайте, а вы, вы, наверное, там мудрец Тора, тот говорит, не, не, не мудрец Тора. Он говорит, ну вот у меня вопрос сейчас вот такой, может быть, вы мне поможете? А если ты знаешь Тору, то ты не можешь отказаться. И он, значит, рассказывает этот бизнесмен свой вопрос, и тот ему говорит, значит, по Торе написано, в таком-то трактате, в Талмуде, там так, 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 надо поступить так, 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 и решает его вопрос, который его мучил. И вот это как раз вот этот путь шувы, что на всех своих путях познавай Бога, и он выпрямит твои дорожки. То есть, когда ты действительно просишь от Всевышнего какой-то знак, ты просишь, чтобы он тебе дал встречу с человеком, ответ на вопрос и так далее, то Всевышний начинает для тебя делать, вот прям мир начинает играть по-другому. Так оно работает. Значит, следующая книга, которую мы изучаем, значит, четвертый путь мы закончили, завтра будет пятый путь с Божьей помощью, буква будет, у нас осталась A последняя буква, значит, завтра узнаем, что это за пятый путь к раскаянию, а сейчас мы переходим к книге обретения неба на земле, и в ней, значит, нам дается интересная такая совет, как обрести небо на земле. Давайте детям игрушки, изображающие не хищных, а мирных животных, например, олени и жирафов. То, что ребенок видит в раннем, в раннем возрасте, оставляет след в его душе навсегда. Надо помнить, что жизнь человека начинается уже в, в животе матери, поэтому пойте за родышу добрые песенки, пусть слышит он слова Тора. Значит, здесь нам дается совет, как воспитывать детей, как деток маленьких выращивать, и если у кого-то есть маленькие детки, то было бы шикарно, потому что ты можешь, во-первых, в них вложить много добра, во-вторых, ты можешь смотреть на их лица и видеть лицо Машеха. Но, как бы мы, давайте посмотрим сейчас на этот совет, чуть-чуть с другой стороны, и мы можем вспомнить, мы можем вспомнить, что в детстве, возможно, мы не слушали такие уже достаточно добрые песенки, или там бывали разные игрушки, бывали, да, у кого-то жирафы, у кого-то, у кого-то они жирафы попадались, да, и мы видим здесь, что вот то, что формирует человека с детства, оно с ним остается навсегда, и в каждом взрослом есть ребенок, и в каждом из нас есть вот эта часть, которая была сформирована когда-то, совершенно, мы просто попали в какую-то среду, в которой воспитывались так, как воспитывались, и на сегодня, вот та среда очень сильно влияет на сегодняшний день, и кому-то это детское, фундамент дает много добра в жизни, а кому-то это детский фундамент, может, прошлое, может у него воровать будущее, может забирать у него будущее, и портить ему будущее, и поэтому сейчас ученые очень много на этот счет, вот психологи разобрались, детские травмы, и так далее, вот Дамир Партнер уже точно знает, что он будет своего ребенка воспитывать много добра, ему песни петь, будет ему вкладывать в него очень много добра, а раньше, может быть, кто-то этого не знал, в общем, это тоже пища для размышления, как создать небо на земле, и как своего внутреннего ребенка, можно тоже, уже во взрослом возрасте, можно его как бы тоже воспитывать, тоже себе можно жирафа купить, сейчас каждый может себе купить оленя, жирафа, и даже если у вас в детстве не было маленьких оленей и жирафов, вы можете сейчас спокойненько пойти себе и восполнить то, что вам не хватало, как говорится, никогда не поздно иметь счастливое детство. И теперь у нас сегодня недельная глава, недельная глава начинается новая, это глава Аазину, значит, Мошера Бейну, Мошера Бейну, когда он, это последний день его жизни, он прошелся по всем коленам и дал им последние свои напутствия, и он, значит, дальше он записал в Торе песню, которая, вот мы сегодня ее изучаем, это недельная глава Аазину, предпоследняя глава Торы. Говорит он так, Аазину Ашамаем Ве Адабра, Ватишма Аретс Имрайпи, он говорит, послушайте небеса и говорить буду, и услышь земля, слова моих уст. Значит, он берет в свидетели небо и землю, говорит намусная Тора, и он говорит так, что я иду умирать, все, то есть я передал, взял Тору с неба, Тора, она на небе, это слова Бога, и он, Моше Рабейну, это был человек, который пророк пророков, который взял эту Тору, ее передал, записал письменную Тору, передал устную Тору, представляете, какой он был, почему мы его называем Моше Рабейну, он, Рабейну, это учитель наш, переводится слово, то есть весь мир на сегодня, если мы возьмем, какая книга, какое знание оказало наибольшее влияние на все человечество, то, безусловно, это Тора, то есть безусловно, потому что, потому что христианство базируется на то, что они называют в христианстве Ветхий Завет, и, то есть есть Ветхий Завет, это как бы основа христианства, значит, в мире 2 или 3 миллиарда христиан, мусульманство базируется на той же истории, которая рассказана в Торе, которая вот прям решит барай, если мы посмотрим, как развивается Коран и описывается, устройство мира, то это тоже все идет по Торе, то есть Машер Абейну, он своим, своей жизнью повлиял больше всех других людей на тот мир, в котором мы сейчас живем, и он, значит, посвятил свою жизнь тому, чтобы получить Тору и передать Тору, и он, значит, закончилась предыдущая глава, он говорит, что я же знаю, что я умру, и вы теперь, и вы теперь, значит, будете, что вы теперь будете делать, он говорит еврейскому народу, и он все делает для того, чтобы Тора сохранилась и передавалась из поколения в поколение, и вот тут в этой песне Аазину, он говорит, послушайте небеса, и говорить буду, и услышь земля речи уст моих, так он говорит, значит, Что это все за сравнения такие, да? Трава, роса, дождь и так далее. То есть от дождя, от росы, от воды зависит, будет ли расти из земли урожай. И Тора сравнивается с тем, что идет с неба, так как все это идет с неба, вся эта водичка, то Тора, она тоже идет с неба, и она дает жизнь тем, кто ее изучает. Она как вода, без воды все засыхает. Без Торы тоже люди засыхают и становятся черствыми, да, такими. Дальше он говорит, Тишем Ашем Экра Аву Годель Ле Луэйну. Он говорит, когда имя Господа провозглашу, воздайте величие Богу нашему. Вот я сегодня в синагодии вел молитву, да, и там есть, начинается вот молитва перед Шмай Сраэль, когда ведущий молитвы, он говорит, Барху Эташем Амаварах, благословите Бога благословенного. И вся община, все, кто молятся, все отвечают, Барух Ашем Амаварах, Ле Улам Ваэт, что благословен ты, Бог всесильный, Ле Улам Ваэт навечно. Благословляемый, благословен Бог благословляемый, навечно. Это вот отсюда как раз идет история, что когда имя Бога произнесу, дайте величие Богу нашему. Значит, Ацур Тамим Паало, тверденья совершенно его деяния, ибо все пути его праведны, Бог верный, и нет у него неправды. Значит, Он праведен, и прямо это. Значит, Мужер Абайену говорит, смотрите, я ухожу, вот вам Тора, и знайте, Бог, Он, как бы, ну, Он же создатель, Он творец, Он, Он деятель, все это, все это Он. Поэтому каждое действие, у него есть последствия. Каждое слово, у него есть последствия. То есть, как Он награждает праведных, так же Он наказывает грешных. То есть, ну, никуда ты от этого не уйдешь. То есть, ты внутри системы, которая, это не то, что есть Бог, есть ты, и какая-то есть отдельная штука. То есть, нет отдельной штуки. Каждое твое действие, оно им пронизано. То есть, он как бы внутри всего. И поэтому Мужер Абайену предупреждает, что его деяние совершенно, и все пути его правосудия. Значит, нету никакого там искривления. Садиквейшаргу, он справедливый и праведен. Значит, Шехетло Лобанав, Мумам Дор, Икеш Уптальталь. Он говорит, порча себе, но не ему, его сыны и их порог, поколение искривленное и извитое. Он говорит, если люди перестают верить Богу, или перестают ему служить, или перестают выполнять его заповеди, это они себе же портят. То есть, это как пилить ветку, на которой ты сидишь. То есть, это, ну, вот смотрите, человек меняет пол, например, да, он, скорее всего, проживет 10 лет после этого, по статистике. То есть, не надо говорить, что там, он идет против Бога, Бог его создал мужчиной, Бог создал его женщиной, и так далее. То есть, все те, которые идут против Бога, они себе вредят. Богу невозможно повредить, он совершенно, он дает всем жизнь, он всех любит. Но человек так устроен, что он может курить, например, и на пачку смотреть, курение убивает, доставать из этой пачки сигарету и курить. Он может, зная, что он вредит, ну, себе же, себе же вредит, он все равно это делает. Это вот то, что здесь написано, что, когда человек идет против Бога, он вредит не Богу, он вредит себе. Аля Ашем Тигмелю Зод. Он говорит, разве вы можете это Богу воздавать вот так? Ам Наваль Вилоха Хам. Народ неблагодарный и неразумный. Алло Уавиха, ведь он же отец ваш. Канеха, он же, он создал тебя. У Асеха, он сделал тебя. Вы Каненеха, он утвердил тебя. Он говорит, как может человек идти против Бога, если все, что у него есть, от Бога? То есть, ну как? И он так и говорит, что если народ Израиля, он же с ними прощается, он говорит, если вы пойдете против Бога, то это вы народ неразумный. Ну, то есть, какое тут, я помню, я когда-то меня пригласил, Лев Новоженова его зовут. Лев Новоженов такой есть, я не помню, кто он. Ну, в общем, Лев Новоженов, ведущий, телеведущий и так далее. Он такой умный человек, считается все. И он брал у меня интервью, и он говорит, вот вы религиозный, да? Я говорю, да, религиозный, я все соблюдаю. Он говорит, и он как-то начал так, чуть-чуть как бы насмехаться над религией. Я говорю, вы знаете, вы такой человек ограниченный, говорю, мне просто удивительно, насколько вы, Лев Юрьевич, не помню, как вас зовут, Лев, значит, насколько вы человек ограниченный. Он говорит, почему я ограниченный? Я говорю, а зачем вы себя ограничиваете, вот эта вот материальная жизнь? Зачем вы себя ставите в рамки обезьяны, которая непонятным образом отпала у нее шерсть? То есть человек, который не религиозный, он именно, что он ограниченный, он себя ограничивает в рамку, что он развитая инфузория туфелька, он лишает себя надежды даже на вечную жизнь. То есть он просто, ну вот это ограниченный, так мы с ним поговорили. И он мне потом прислал, значит, письмо такое, написал, из какого и денег. Он написал, вы меня очень качнули в сторону, ну, открытия, раскрытия своей ограниченности. Это он не написал, но я как бы уже добавил комментарий, потому что написал, что я денег. Вот. И значит, Мошарабену народу говорит, это глупость, если вы свернете с пути. Это глупость, это просто, ну, то есть это вообще народ неразумный и неблагодарный, если вы откажетесь от Бога. Ну, на сегодня как раз закончился сегодняшний отрывок, начало песни. Завтра мы продолжим. Мы всю неделю будем изучать вот эту песню. Она именно в Тори в письменной записана как песня. Она ритмическая такая, ее поют. И значит, мы будем завтра изучать тогда дальше. Все, друзья, удачи, успехов, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, чтобы мы все шли по путям Торы, и чтобы мы дали Всевышнему большую радость дать нам награду, чтобы, он же хочет дать награду, только он хочет, чтобы мы эту награду заработали и тоже радовались, чтобы все было честно. Поэтому, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, дал выздоровление всем, кому надо выздоравливать, чтобы было полное выздоровление, чтобы мы верили в безграничную власть и силу Всевышнего, и чтобы он нам показал свои чудеса. Все, удачи, всем успехов, до завтра. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok